МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 В России сейчас живет 146 миллионов 800 тысяч человек по предварительной оценке Росстата. Конечно, в эту цифру внес свой вклад и возвращение Крыма в состав России. Но по рождаемости мы обогнали многие европейские страны. И это результат в том числе и принимаемых нами мер. Прежде всего, материнского капитала, ежемесячных выплат на третьего ребенка, предоставление земельных участков, решение проблем детских садов, создание условий для работающих матерей. Впереди у нас решение еще одной проблемы. Сейчас в детородный возраст вошло поколение родившихся на рубеже 90-х годов. Людей этого поколения, к сожалению, действительно меньше, чем предыдущих. И прогнозы в этом смысле не самые благоприятные. Но мы доказали, что любые, даже самые негативные тренды, тенденции можно переломить. Для этого нужно продолжать поддержку семей, использовать не только те меры, которые себя зарекомендовали, но и принимать новые. И я уверен, что вместе с регионами мы сможем разработать такие меры. Субъекты, в частности, наша республика, конечно же, она проектирует свою социальную политику, социальной политикой страны, государства. Тем более, что они, в принципе, рекоментированы майскими указами президента. Естественно, мы будем их выполнять как в целом по стране, так и в каждом отдельном регионе взятом. Новые школы, он затронул очень много вопросов. О новых школах, которые у нас сегодня с вами называются, циктовкарская школа. Мы знаем, что завтра сессия должна внести и еще выделить деньги на две школы. Это и Помоцинская школа, и Усть-Куломская школа. И хорошая фраза, что даже в крупных деревнях, в селах должны быть крупные спортивные объекты, а у сельских школ, при сельских школах обязательно и спортивные площадки. И это у нас все корреспондируется и с повесткой федеральной. Очень важный момент для нашего региона, связанный с финансовым обеспечением. Потому что на самом деле сегодня такая достаточно непростая ситуация, поэтому здесь будут выделены дополнительные средства на оказание финансовой помощи. Сейчас проходит инвентаризация полномочий, и будут приниматься решения, что дополнительно необходимо сделать, для того, чтобы эта поддержка была более весомой. Также очень важно для нашего региона, у нас сейчас идет строительство школы, финансирование, помощь федерального бюджета, но сроки, которые поставлены, особенно для такого северного региона, как Республика Коми, они, конечно, достаточно жесткие. Поэтому был поставлен вопрос, и премьером Медведеву было поддержано, пересмотреть эти сроки в сторону увеличения. Счастья, выжженщу Картланкомитет, яс дырюе, юзенбуре, мая слыком из ее на Уджавное, юклэн республика, са куде вам, соточьем, да пыртны, вешеме, а сеткомы на Ланпасы. Наштакан, мусадепутат, ясоставит маднэстырит, и вове представительствон, вэль-морткэт, Таилыш Надежда Бушенева. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Елена Хозяинова, Егор Ильченко, Дмитрий Ведерников, Юргантелеканал Сыктывкар Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Почтала. Люди нос. Сументы рыбутся, когда полиция кором ясно и шоам психолог к чорне. Ухтанутся, Кшитан Юкан Илыш, Мария Уляшова. А код домофон у вас есть? Нет. Андрей Геннадьевич, правильно я поняла? Вам требуется скрытие дверей. А внутри маленький ребенок, правильно? Мы можем оказать не только вызвать какую-то экстренную службу, мы можем оказать и справочную помощь людям. Элементарные вопросы, какие классы сегодня учатся, какие не учатся, где ледовые переправы есть, где нету, что делать, если разбился градусник и так далее. Так, он же звонок был рен позже дженит каденкор на отпырине команд служба. Электронная система с автоматической петкой для кольной звонит еще с досылышном мерсе. Та еще это спознял он от его цавномортлы. Шуамкон, как его уже свой раз слышу, чем соприметасны и Сыктывкарса, и Ухтаса Шуриньяс-Отчадж. Основной центр проработки данных, центр хранения, у нас находится Сыктывкаре. Но здесь находится какое-то оборудование, которое помогает работать так называемым режимом выживания. То есть когда с основным центром что случилось? Для этого и дело в Ухте, а не где-то по-другому, по-другому, с Сыктывкарем. Это так называемое территориально разнесенное резервирование. То есть если что-то у нас случится, окна в Сыктывкаре, у оператора связи, либо еще что-то, все звонки перейдут сюда, и мы будем дальше работать. То есть не дай бог это случится, все равно система по остальным районам будет работать. Для этого и дело отдельный комплект. Он не полнофункциональный, ухте, ухте, там были полные выхты, но оборудование позволит там работать и принимать звонки, чтобы не случилось. Были в очень счет доски к службе, звонит лыс еще шурс-морт. Ёзис Гыгар войсненен вульшище малыш лыщи длунцы да сечис ужалыш ясэс, а тяганы, а с кадащетым отцыгыш. Мария Уляшова, Любовь Лапина, Юрган телеканал. Республика со чемпионатом финалист яслы компьютер бурьерткой. Пенсионер яскужен и аджен и отвезы школа на Юр, кижичен и ёскат, пыравны кола на портал ясэ. Валентина Липовская пенсия влепетис колянво, дашу из вела чуны вульторье. Ныв баба компьютеран вводит чуны вэлы кужанин, но откоман программа тэд малы сэмэнна. В программе презентации я не работала. Я работала экономистом много лет, с клиентами работала в банке. Больше эксэль знаю, но вот именно презентацию не делала. А сейчас вот это у меня получается классно, там музыку накладывать. Это вообще очень интересно для семейных. Какие-то праздники. Верма шум канджин чемпионат на Петка, че чеслы лодисны лекции яс. Пенсионер ясэ вич талисны госуслуги портал ясэ. Кадисцы отцеган вешкэда горчан, пыжа мэнтэны штрап яс, пошлина яс, гишчины врач дары, документы яс дачтам вылащет на заявка. Нэш татай портал ясэ, ты пыжан лон пырный пенсионный фонзэн, да вот чукартан служба лэнсайт ясэ. Количество услуг постоянно увеличивается, все больше новых сервисов появляется доступных, и государство также делает активные шаги по вовлечению граждан в эти инструменты, в частности скидка 30% на возможность получить на оплату государственной пошлины, это также сделано для того, чтобы все большее количество людей приобщалось к этим способам получения услуг. Видов мошенничества очень много, как бы сейчас актуальная самая распространенная мошенничество на территории спелекомии, это захлестнуло у нас звонки на домашние телефоны, на соцтелефоны от иных граждан, пенсионерам, под видом, значит, оказания помощи родственникам, это мама, я попал в полицию, ну и так далее. Чемпионат помощи гонкиберспортсмен ясэ, с челомал яснащил еще кто сейчас, а учда, а социальный адорьян министр, счет и сналы кожен до дипломиас. Сея пас естая учда, сапан и сны не важенна, но кывкарта десы с ним кодьма донанин, вермам вас натыжка чиста в республика, финален квайт район. Бедность начинается с информационной бедности. То есть, когда человек информационно беден, он не знает, где найти информацию, каких-то пособий, где найти информацию, каких-то скид, где найти информацию еще о чем-то, как себе самому помочь, как что-то улучшить в своей жизни. Вот с этой информационной бедности начинается и бедность человека. Поэтому, надеюсь, стали немного богаче. Верму сейчас шоу, наибольший сновидит от молниязда, он и косинусы в Мануводжа. Не люблю сидеть дома и, говорится, скучать. Поэтому вот согласился, приехал сюда и тут встретил очень хороших товарищей. Я вообще-то являюсь председателем совета клуба ветеранцев, и я сейчас в последнее время о своих юбилярах поздравляю с лайт-шоу. Делаю фотографии с лайт-шоу и думаю, научусь чему-нибудь еще. Чемпионатом Петкочи сейчас как вежу на кутасной он модный джон виджалун. Финал и вещь, когда исчез Донбочта гверми снышочены Максаков Кашоринен в Канебуре-шмуны с Ордичем. А верми сейчас Петкочасны расчется чемпионатом. Селуас Майпомен Санкт-Петербурген. Светлана Некрасова, Таисия Жакова, Юрган телеканал, Сыктывкар. Итавла Митянко, Дьянсыча, Аджища. Субтитры создавал DimaTorzok